Здравствуйте! Вот часы, это такое, значит, слово, название, вполне соответствующее своему содержанию. Мы с вами прошлые, прошлые, как сказать, встречи наши с вами, разговаривали о часах старинных, часах, которые развивались в развитии, как говорится, от солнечных часов, которые на самом деле были всего лишь навсего указательной стрелкой самого точного часового механизма, наверное, на Земле. Это самой Земли, самого этого гигантского шара, вращающегося с постоянной скоростью вокруг Солнца. Это всё замечательно, всё было хорошо. Рассказывали мы с вами, как бились за точность часов. И вот, например, наконец пришла пора рассказать о современных достижениях часового дела, современных достижениях, лучше сказать, даже не часового дела, а технике измерения времени. Вот. Вот оно. Последний, пожалуй, вскрик науки до появления кварцевых генераторов частоты, это был метод использования камертона. Камертон. Звучащая такая вот У-образная штучка, которую музыканты используют для того, чтобы послушать определённый тон. Это вот тот камертон, использующий своих, значит, колеблющих с определённой частотой. А дальше очень всё просто. Надо сделать механизм, который отсчитывает количество колебаний этого камертона. Вот такого рода приборы появились где-то в годах, наверное, в 60-х. Это были последние механические, наверное, вот новинки, такие вот механического плана часы, которые могли использоваться для измерения времени. У нас что было? У нас было солнце, раз, льющаяся вода, да, вода, которая что-нибудь там наполняла вот такой процесс. Очень популярными оказались качаяние маятника или колебания маятника, такого вот маховика на спиральной такой пружине, на улитке или просто в спиральной пружине. А вот это вот камертон. Вот приглядитесь, пожалуйста. Ну, любители музыкальных занятий могут тут вот как-то вот углядеть, усмотреть. Вот видите, вот два вот этих вот, как сказать, плеча, что ли, камертона, две палочки, из которых стоит камертон, вот такая вот У-образная вещь, вот где-то вот тут он за механизмом пролегает. И его иногда возбуждает колебание в нём. Изделие. Какое изделие? Усилитель. Вот оно, усилительный тракт некий, который заставляет его звучать. Колебание происходит на определённой частоте. И вот эта вот частота колебаний, которая снимается с него, значит, приёмной катушкой, приёмная катушка, которая снимает с него частоту колебаний, соответственно, можно тут, так сказать, подстраивать вот этот вот возбуждающий колебаний сигнал. И храповик и собачка. Знаете, такое есть изделие? Храповик и собачка. Я вам сейчас расскажу, что это такое. Превращает эти колебания, каждое колебание, в маленькое движение зубчатого колеса. И вот каждое колебание, маленькое движение зубчатого колеса. И, зная частоту колебания этого камертона, можно превратить его, значит, в чёткий источник, так сказать, периодических колебаний, дающих нам возможность механической вот этой вот часы, с механическим указателем, с стрелками, значит, смотреть. Вот такого вот рода часы. Это, по-моему, где-то вот в 60-е годы, вот тогда появились камертонные часы. Это была неплохая, в общем-то, вещь, идея. И, знаете, прежде чем погрузиться в глубины вот этой нашей современной электроники, вот она, электроника, заполонившая, значит, прилавки, на самом деле, не только то, что заполонило прилавки, не очень высоким качеством отличается. Есть очень точные, на самом деле, электронные часы, электронные хронометры с кварцевым генератором, которые используются, с кварцевым генератором частоты, и которые используются, скажем, в мореплавании для определения долготы места нахождения корабля. Вот. Вернусь всё-таки вот таким вот разговором об усовершенствованных часов. Помните, я вам говорил про термостойкий, как это сказать, термостабилизированный, да? Термостабилизированный маховик для часов, так сказать, балансир такой вот загнутый, деформированный, состоящий из биметалла. Две пластинки, которые под действием нагревания, значит, менялся у них изгиб, и, соответственно, сохранялся постоянным момент инерции вот этого вот маховика. Вот. Эту штучку изобрёл наш соотечественник, великий, можно сказать, часовщик или механик, так сказать, Кулибин. Вот. И в 20 веке, к счастью, потребность таких изобретений стала потихонечку пропадать. Дело в том, что прежняя борьба за компенсацию тепловых расширений, или, соответственно, заряжать, если что-то об охлаждении, была полностью, почти полностью ликвидирована с помощью изобретения сплава. Инвар назывался этот сплав. Замечательный совершенно сплав, который почему-то имеет патологически низкий температурный коэффициент расширения. Я думаю, что тот момент времени, когда он был открыт, этот сплав, это было времена, скажем так, последние десятилетия 19 века. Едва ли в то время давалось правильное объяснение этому свойству необыкновенному. Это сплав железа и никеля. И железо, и никель, вообще говоря, это достаточно известный факт, и то, и другое относятся к ферромагнитным материалам. Что значит ферромагнитный материал? Это значит материал, в котором магнитные моменты отдельных атомов любят объединяться, такие вот блоки, которые называются доменами, внутри одного домена, вот все моменты атомов направлены в одну сторону. В одну сторону они направлены, всё замечательно, так вот, хорошо. Но не это свойство используется в инваре. Январ вот что имеет, имеет честь предложить. Дело в том, что, оказывается, у ферромагнитных материалов есть такое любопытное свойство – магнитострикция. Значит, прямая, обратная магнитострикция, связанная с вот с чем. Во время намагничивания материала происходит его, значит, может происходить и в изменении его линейных размеров. Раз. Магнитострикция, вот это вот явление, оказывается зависящим от температуры. Это два. Третье. В таких вот материалах, как сплав железа и никеля, внешне никак не проявляется магнитное поле, он не превращается, вот так сказать, в намагниченный брусок. Вообще, намагнитившийся маятник – это не есть хорошо, это плохо. Потому что намагниченные часы, намагниченные маятники, появление вот этих вот магнитных сил, которые в очень точных маятниковых часах – это будет, ну, это гибель маятниковых часов. Я вот хочу вас, так сказать, порадовать следующей информацией. Есть такое понятие – точность хода часов. Вот каких предельных, предельных, скажем так, достижений достигли различные виды часов? Кварцевые часы, ну, всем нам уже привычные часы в лучших своих, значит, проявлениях позволяют добиться точности хода, то есть уход часов, да, порядка одной тысячной секунды в сутки. Значит, одна миллисекунда. А как вы думаете, маятниковые часы? Вот часы с маятником, вот из этого самого инвара колеблются и колеблются. Или часы с пружиной, с похожего на инвар сплава колеблются и колеблются, себе там маховик баланса. Как вы думаете, какая там точность? Вот я был потрясён, когда узнал, я не мог в это поверить, в принципе говоря, но оказывается, что точность хороших механических часов, хороших, не тех, которые мы носим на руке, а вот где-нибудь в хорошем укромном месте, в обсерватории, в подвале, на хорошем основании, да ещё с вакуумом выключенным, да ещё что-то термостатированное, да, вот она составляет точность 1 миллионной секунды в сутки. Вот какая хорошая, замечательная точность. Это потрясает. Ну так вот, в этом сплаве в инваре существуют две подсистемы магнитных моментов. Одна подсистема никеля, другая железа, атомов железа. Они как бы все объединяются в две системы этих самых, так сказать, доменов. Во внешнем мире, да, вот вовне, для нас, для измерителей, так сказать, магнитных полей, это ничего не даёт. Они... не есть намагниченный брусок вот этого инвара. Он не намагничен. Но они между собой взаимодействуют, эти две системы магнитных моментов, и испытывают магнитострикцию. Так вот, с ростом температуры так хорошо подобрались эти коэффициенты. Коэффициент просто расширения механического. Во всём того, что с ростом температуры как-то вот так вот ослабляются связи между соседними атомами, и решётка так вот разбухает, немножко раздаётся, так вот увеличивается с ростом температуры, компенсируется тем, что с ростом температуры меняется вот свойство этого материала, как магнитострикционный, он сжимается немножко. И вот это вот в широком очень диапазоне температур, ну, в рабочем, что говорится, типа от минус 100 до плюс 100. Вот. Практически очень близок к нулю коэффициент расширения. Так близок к нулю, что фактически удаётся забыть про него, конструируя часовые маятники. Есть аналогичные сплавы, тоже на основе железа и никеля, из которых делают часовые пружины. Те самые пружины, на которых колеблется вот этот вот баланс, да, такой вот маховичок, балансир, колеблется в часах. Вот он тоже вот так вот может спокойненько колебаться. И при этом не меняется упругость пружины, и, соответственно, не меняется коэффициент, не меняется период колебаний. Вот это самое главное. Вот это самое главное для этих часов. Периодичность. Ну вот, самое главное я вам рассказал. Всю правду я вам выдал. Вообще в современном мире к точностям часов, так сказать, проявляются, предъявляются разные требования. Ну, есть люди, которые живут по часам, для них это очень важно. Типа водителей чего-нибудь, трамваев, например, да, машинисты электровозов, лётчики, мореплаватели такие вот в быту. Не в смысле мореплавателю, которым нужно определить по хронометру долготу места, где находится их корабль. Ну, просто вот исполнить вовремя приказ, да. Считается, что уход часов где-то на несколько секунд в сутки вполне гарантирует, вот не больше, чем на несколько секунд в сутки, вполне гарантирует выполнение вот этих вот задач. Значит, врачи, да, которым нужно вот в точно определенное время там начать или закончить какую-нибудь медицинскую процедуру. Вот это всё хватает нескольких секунд. Уход 2-3 секунды. Вот такой класс точности, вот он, значит, на бытовом уровне считается вполне приемлемым. На самом деле, бытовой уровень такое понятие очень растяжимое для будильников механических. Помните, такие любимые наши будильники, которые по утрам у нас будут, вот, они, для них и полторы, и две минуты в сутки уход считаются очень хорошим результатом. То есть, разный класс механизмов, разный класс, вот так вот. Нужно сказать, что ручные хронометры, ну, я так называю по старинке, сейчас так не принято называть хронометр, да, тот, кто хранит, значит, время, метр вообще, хронометр, да, вот, хрона, время, да, измеритель времени, ручные измерители времени, они даже в исполнении вот таком с кварцевым генератором не столь уж точны. Вот, ну, раз мы про них заговорили, давайте хоть поглядим на эти коробочки. Вообще, рассказывать про кварцевый генератор достаточно не такое вот визуальное занятие, да. Кварцевые часы – это, прежде всего, коробочка, в которой есть тот или иной индикатор. Я помню ещё первое время, когда эти кварцевые часы, были такие достаточно дорогие вещи, они имели в качестве индикатора такие загорающиеся красным цветом, видимо, светодиоды. И вот, значит, чтобы время узнать, нужно было нажать на кнопочку, и так загорались под красным стеклом зловещие красные цифры, указывающие время. Вот, ну, вот, лишний раз не нажмёшь, потому что вот эта работа потребляла у этих часов много, так сказать, энергии. Вот. Ну, как-то вот, знаете, вот на моих глазах это всё произошло. Но, где-то начиная с конца 70-х годов, когда стали появляться первые кварцевые часы, вообще очень сильно изменился мир вещей, технических вещей, которые нас окружают. Появились вот эти электронные часы. Вообще сейчас отпала необходимость, по большому счёту, иметь на руке часы. Вот не нужно они, потому что у всех есть деловых людей. Мобильный телефон, достал мобильный телефон, и там часы обязательно есть. Часы достаточно хорошие. В принципе говоря, не за горами то время, когда... Вообще-то у нас часов, наверное, не будет даже в мобильном телефоне. Мобильный телефон будет постоянно корректировать своё время по каким-то точным, эталонным, значит, источникам информации о времени, да, которые наверняка будет представлять вот эта вот компания, которая нам даёт мобильную связь. Это очень удобное, на самом деле, дело, очень удобное для многих людей иметь точное время, не занимаясь установкой часов правильной, да. Это очень-очень полезно, на самом деле. Ну что, есть индикаторы всякие, электромеханические, пожалуйста, вот они бегают, стрелочки так, рывками, тык-тык-тык-тык-тык каждую секунду, да. Шаговый электродвигатель так называют иногда в таких случаях. И есть скромные часы, по-моему, таких уже часов сейчас нет в металлических корпусах, у которых на, так сказать, жидкокристаллическом дисплее, значит, вот индикация времени происходит. Видите, вот все часы здесь показывают одно и то же время. 14 часов, 12 минут, а тут ещё и 12 секунд. Ну, не знаю, винти, не винти, не так уж и важно. Дело в том, что кварцевый генератор, да, ну что такое кварцевый генератор, кстати говоря? Чем-то тот эффект, который используется в кварцевом генераторе, напоминает магнитострикцию, о которой мы говорили. Оказывается, значит, пластинки кварца. Кварц – это кристалл. Кварц состоит из СО2, окись кремния. Песочек, который валяется по берегам рек, на котором можно загорать летом, он состоит в значительной степени из СО2. Но это, конечно, не чистый кварц отнюдь. Он содержит много примесей, поэтому он не белый, не прозрачный. Чистый кварцевый кварц, да, чистый кварц – это такой прозрачный белый объект, без примесей, если. Очень хороши кварцевые кристаллы. Они очень напоминают кристаллы льда по своей форме, за что римляне полагали, что кварц – это особым образом замерзший лёд. Помните, у Курта Ванегута-младшего есть произведение такое, по-моему, «Вода-2», что ли, или «Вода-3» называется, «Колыбель для кошки» называется. И вот там открыли, открыл некий учёный форму, кристаллическую форму, так сказать, воды, которая, значит, могла растаять только при очень высокой температуре, да. При комнатной температуре она оставалась в твёрдом виде, и какой вселенской катастрофе это всё привело. Так вот, значит, римляне полагали, что этот вот как раз кварц, так сказать, горный хрусталь, как мы сейчас называем его, это особым образом замёрзшая вода. Ну, к счастью, ну, вообще-то, не знаю, к счастью ли, просто они не понимали процесс роста кристаллов. Если бы этот вот принесённый из горных пещер, наверное, кварц поместить бы в воду, если это была вода, то вода бы стала замерзать уже и при комнатной температуре, превращаясь, значит, в лёд, да. Выбросив кристаллы кварца где-нибудь в Средиземное море, можно было, в конце концов, добиться замерзания всего мирового океана и всех рек в мире. Это кошмар был бы. То есть, наша сказка не об этих кошмарах, наша рассказ о кварце. Так вот, правильным образом вырезанная пластиночка из кварца. Что значит правильным образом? Так, чтобы её поверхности строго совершенно соотносились с кристаллическими осями, да, с осями кристалла. В кристалле же есть направления, по которых вот он как раз повторяется, да, вот каждый раз вот ячейка кристалла, вот как из кирпичиков, такой сложной формы, вот его можно, так сказать, собирать, кварц. У него, кстати, и структура-то кварца очень похожа на структуру воды, H2O, вот этот вот CO2 на H2O очень похож. Симпатичная, в общем, вещь, кварца. Так вот, оказывается, если сжать эту пластиночку кварца, на его гранях появится электрический заряд. Ну, это понятно, почему происходит, потому что существует, как бы сказать, две вложенных одна в другую кристаллические решётки. В узлах одной кристаллической решётки находится кремний, в узлах другой кристаллической решётки находится кислород. И вот при сжатии, да, кремний, он у нас отдаёт электрон, он положительно заряженный, а кислород эти электроны принимают, он отрицательно заряженный. Да, видите, я вот такие знакомые слова говорю из ассортимента, из репертуара школьных преподавателей химии, да, вот про эти самые, что там, кто там окислитель, кто восстановитель. И вот, когда сжимают кварцевую пластинку, как раз эти две подсистемы, каждая сама по себе себя ведёт, значит, происходит разделение, такое небольшое разделение зарядов. На поверхностях пластинок появляются заряды. На одной положительной, на одной поверхности, на другой отрицательной. А того же самого можно добиться и обратным путём. Приложить электрическое поле, то есть приложить электрические потенциалы к этим поверхностям, да. Это очень понятная такая вещь, что когда что-то мы делаем механическое, что провоцирует некий электрический процесс, то электрический процесс провоцирует аналогичный механический. Это, собственно говоря, не совсем в данном контексте используется в различных электрических машинах, когда механическое движение превращается в электрический ток. Электрический ток, соответственно, в магнитное поле и в механическое движение. Принцип обратимости динамомашины называется это так. Так вот, такая пластиночка, в зависимости от своих размеров и конфигурации, имеет очень конкретную собственную частоту колебания. Представляете, что такое собственная частота колебания? Когда речь о маятнике, маятник примерно длиной в один метр, у меня, правда, меньше, будучи подвешенным, будет колебаться только с определенной совершенно частотой. С определенной совершенно частотой колебуются различные конструкции. Ну, например, голова человека на шее колеблется примерно с частотой 50 Гц. Это вот собственная частота колебания, такая наиболее оптимальная. Это частота, при которой лучше всего раскачивать. Вот вы ребенка на качелях пробовали раскачивать, а может быть, сами качались. Значит, нужно с определенной частотой прикладывать импульс, да? Вот приложили, вот он дождался, поднялись качели, опустились, еще раз столкнули, еще раз столкнули. Если будете пытаться применять силу не в такт этим колебаниям, да, не в резонанс, вы не раскачаете. Вообще, резонанс очень хорошо используется для разрушения разного рода объектов. Значит, подобрать какую-нибудь резонансную частоту, чтобы вот раскачать, я не знаю, ну, скажем, старое сухое дерево, да? Вот, нет особенных сил его свалить, но вовремя дергая, можно добиться большой амплитуды. Кстати, так хорошо отрисать яблоки, околачивать груши с деревьев, да? Вот так вот. Значит, в резонанс вести, и тогда на вас обрушится лавина спелых плодов, если они там, конечно, есть. Вот, вот это называется резонанс. Так вот, резонанс есть и у, значит, такой пластиночки любой. Вот она тоже имеет свои собственные частоты колебаний. Изюминка вся в том, что бывает резонанс узкий и бывает резонанс широкий такой, да? Вот хорошо, когда частота колебаний, вот отклик, так сказать, отзыв вот этой системы на приложенное внешнее воздействие, он очень избирателен по частоте. Вот если чуть-чуть вы частоту испортили, вы уже теряете, чуть-чуть не в такт начинаете ее толкать, вы теряете возможность, значит, усиливать, входить в резонанс. Вы, так сказать, гасите колебания. Отклик системы на резонанс. Там и такие слова я всякие использую. Добротность, вот это вот резонатора, вот. Ну, я вас загружать всякими математическими словами, терминами не буду, но факт остается фактом. Что очень удачно удается сделать пластинки, у них добротность большая, то есть очень узкий резонанс в частотном диапазоне, очень узкий резонанс, узок резонанс. То есть кварцевая пластинка может служить, скажем так, как за датчиком вот этой частоты, определенной частоты колебаний. Как колебания маятника, значит, обычного, или маятника на подверь, на вот это вот, на вращательное колебание, на пружинке маятника, или колебания камертона, звучащего, да, на определенной частоте. Все это, в принципе, с точки зрения математики, описывающие эти колебания дифференциальными уравнениями, в принципе, это один и тот же процесс. Колебательный процесс, в котором имеет место быть резонанс. И вот эти все наши любимые электронные часы как раз и дают нам возможность, используют в качестве за датчика частоты определенный кварцевый генератор. У него тоже есть куча своих проблем. Куча проблем, характерных для, скажем так, всей электронной аппаратуры, или, так сказать, микроэлектронной аппаратуры. Тут надо обеспечивать термостабильность тоже вот этих всех приборов. которые входят в его состав. Но, опять же, не так это сильно. Не так сильно. Потому что задача кварцевой частоты, его частота гораздо меньше зависит от температуры, чем, скажем, температурная чувствительность транзисторов, из которых можно собрать, скажем, какой-нибудь генератор. Без кварца есть такие генераторы определенной частоты колебаний. Гораздо меньше чувствительности. Но, кстати говоря, чувствительность есть, и есть даже такие способы измерения температуры по измерению, значит, и по изменению частоты колебаний от этого вот, значит, кварцевого генератора. В хороших приборах, где нужен очень точный кварцевый генератор, в этом, значит, приборе предусмотрено некое термостатирование для самого кварцевого генератора, чтобы вот обеспечить определенную частоту. Вот такие, раньше, помню, были дорогие частотомеры, пары такие с лампочками, четко мерить частоту с помощью вот этого кварцевого генератора. Ну, так вот, я уже вам похвалил. Кварцевые генераторы, они, оказывается, позволяют добиться уходов в течение дня порядка, в течение суток, порядка одной тысячной секунды. И в то же время, как механические часы, вот их рекордные, рекордные, так сказать, вещи, составляют одну миллионную, то есть в тысячу раз больше. Ну, кварцевый генератор не сдался. Ему просто пришлось найти себе товарища. Есть такое понятие, называется это иногда по-разному, есть всякие слова. Атомные часы, есть часы, еще называются, знаете, как цезиевые часы. Это часы, в которых происходит некая подстройка, подстройка, подстройка кварцевого генератора. Кварцевый генератор постоянно подстраивается под определенную, вот, значит, фиксированную частоту. Основной, как бы, элемент, с которого снимается, значит, вот этот вот частотный сигнал, да, который дается куда-то, кому-то во внешний мир, чтобы пересчитывая его, отсчитывать секунды, часы, мгновения ловить, да, верного свидания оставшееся. Ну, схема обычных этих наших часов, кварцевых, это просто цепочка разных устройств электронных, которые просто, вот, пересчетка, да, как надо называть, пересчетка. Скажем, 1 к 10, там, или 1 к 60, эти импульсы пересчитывать, подстроены под определенную частоту кварцевый генератор, они их, значит, проводят. А вот что же такое есть замечательные, вот один из эталонных какой-то вот атомные часы, американские, кстати говоря, наверняка, не ходи к гадалке, стоят какие-нибудь обычные механические часы, которые просто показывают текущее время вот в этой, так сказать, палате мер и весов, где вот служба точного времени располагается, да. Вообще служба точного времени очень-очень важная и нужная вещь. Она выдает, генерирует определенные, значит, сигналы точного времени, которые все используют для подстройки своих систем времени. Но все, кому это нужно, кому нужно наблюдать за движением спутников вокруг Земли, да. Это очень важно, потому что, если перепутаешь момент прихода спутника, да, значит, можно, скажем, принять за спутник вражескую баллистическую ракету, что летит к своей цели. Или, наоборот, принять за вражескую ракету обыкновенный спутник, который примелькался уже на небе. Что в любом случае может привести к неприятным результатам. Вот. Любая такая ошибка. Запуски космических аппаратов. Что там еще можно посчитать? Ну, для отправки поездов и, значит, электричек, наверное, точность 10 минус 6 степени секунды явно не нужна. Но в астрономических наблюдениях в управлении космическими аппаратами, в наведении на определенный космический аппарат, скажем, зеркало, радиотелескопа, что, значит, принимать с него слабый сигнал. Это очень все... Все это очень нужно. Вот. Вот такое обеспечение, значит, датчиками, так сказать, точного времени. Значит, начну вот с какого места. Значит, как же работает пресловутые атомные часы. Цезиевые часы. Вот полюбуйтесь на такую схемку. Схемка очень простая. До ужаса, можно сказать, простая. Такая вот металлическая коробочка. Знаете, что это такое есть? Это называется резонатор. Резонатор. Металлической коробочкой в ней будет резонировать электромагнитная волна. Ну, то есть радиоволна. Волна радиодиапазона. Мощный источник света. Источник света. Может быть, даже лазер, который работает на определенной длине волны. Ну, или очень узкий такой диапазон, выделенный из обычной, так сказать, источника света лампы. И приемник. Вот он так символически изображен. Видите, какое-то такое вот, не знаю, впало его зеркало, чаши. На самом деле, это может быть фотоэлектронный умножитель, о котором я как-то однажды вам рассказывал. В конце концов, и фотоидиод подойдет. Вот. И система блоков, которая занимается тем, что корректирует работу некоего кварцевого генератора. Вот он, кварцевый генератор, который выдает определенную частоту. Частоту радиодиапазона, который вот в этом вот, в резонаторе-то, в металлическом, внутри него и бегает, бесится. Внутри резонатора, значит, стеклянная, ну, я так думаю, что кварцевая, кстати говоря, сделана из плавленого кварца колба, в которой находятся рубидии. Вот это вот рубидиевые часы. Есть цезиевые часы, это вот рубидиевые часы. Рубидии, цезии, натрий, калий, все это кто такие есть? Это все называется щелочные металлы. Щелочной металл замечательен тем, что он легко испаряется. Легко, кстати, окисляется тоже. И вот в воспарившем состоянии, в газовом разряде, например, они, бывает, излучают какие-то линии или поглощают линии. Например, натриевые, так сказать, лампы вот украсили нашу жизнь на улицах вместо вот этого холодного, бледного света, ртутных ламп. Нас теперь приветствует живой, желтый цвет натриевых ламп, где вот эти вот испарившиеся частички натрия, значит, вот они там в электрическом разряде и излучают нам приятные для нашего глаза желто-зеленого диапазона лучи. Что же происходит в этих вот парах рубидия? У рубидии есть приинтереснейшая схема уровней. Вот полюбуйтесь. Это вот как принято в квантовой механике, эти уровни обозначают. Вот, пожалуйста, один уровень, энергия его какая-то, вот самая нижняя. Эпсилон-1 эта буковка. Вот чуть побольше уровень, эпсилон-2. И вот из этого, с этого уровня, эпсилон-2, под действием оптического излучения, которое идет от того, от источника света, от лампы, от монохроматора, такой есть оптический прибор, который выделяет из всего широкого спектра какую-нибудь лампу, узкую спектральную линию. Вот оно, это оптическое излучение, перебрасывает систему вот в верхнее состояние. При этом она поглощает этот свет. Свет поглощается. Когда поглощается? Когда в рубидии есть молекулы, то есть атомы, простите, находящиеся в состоянии эпсилон-2. Радиоизлучение, радиоволна может его перебросить. Если частота излучения вот этой радиоволны, которая в резонаторе, так сказать, бесится, поступая от кварцевого генератора, да, от генератора кварцевого, частоту которого мы хотим строго контролировать, строго контролировать, меняя, скажем, температуру, подбирая там вот его диапазон работы, чтобы сохранить вот эту определенную температуру. Понимаете, в чем дело? То есть постоянно регулировать. Было бы с чем сравнить. И вот как только частота будет не той, что нужно, эту перебросу происходить не будет, и свет будет беспрепятственно проходить через колбу. Вот, посмотрите на эту колбу. Раз. Вот, через эту колбу он будет беспрепятственно проходить. Сразу сигнал. У-у-у-у-у. Для этого, конечно, для этих часов это у-у-у. Значит, сирена, тревога. Надо срочно корректировать изменения, значит, так сказать, парировать уход частоты. Даже очень слабенькое, значит, изменение сигнала, значит, от нормы, от отличия его, оно, значит, приведет к необходимости корректировки, да, пока не выведется сигнал, значит, ослабление на максимум. Пока, то есть оптический сигнал не будет минимальным на этом вот диапазоне. Вот так вот просто, элементарно устроены вот эти вот атомные часы. Вот то, что... Ну, это такая их принципиальная схема работы, этих часов, значит, кварцевых. Тут у них есть набор частот, которые они выдают с разными частотами, значит, килогерцы, мегагерцы, десятки килогерц. Ну, и просто демонстрации. Вот, наверное, на часах, в конце концов, надо посмотреть. Кварцевый генератор всё это задаёт, который регулируется с помощью, собственно говоря, вот этих вот атомных часов. Ну, эта схема не единственная. Рубидевые, цезиевые часы, да, они так, по-моему, первыми попались к нам, так сказать, вот на моей памяти появились цезиевые часы, всегда говорили. Ну, значит, и рубидевые тоже из того же, значит, из того же цикла. Вот так вот выглядит ящик с этими часами. Достаточно такое скучное сооружение. Ну, вот, как не скучно, вот, но вот вся эта аппаратура у физиков, это ящики. Вот ящики, ящики, ящики. Вот я однажды смотрел такое, значит, как бы сказать, ну, не рекламный, в то время этого не было, такого понятия реклама, некий ролик об обеднённом институте ядерных исследований. Там все крупные, уважаемые учёные, значит, вот они показаны были за время проведения своих экспериментов, ящики, ящики, ящики. Единственное интересное действие, это вот какое, значит, куда-нибудь в какую-нибудь камеру вставляли какой-нибудь счётчик или мишень отдачи. Весь фильм, крупные, значит, учёные, так сказать, с мировым именем из Международного института, из Объединённого института ядерных исследований, что-нибудь куда-нибудь вот вставляли, какой-нибудь датчик. Вот это вот в каждом эпизоде вот обычно этим всё заканчивалось. Вот такая, к сожалению, работа физика у нас скучная, внешне неинтересная, да, вот ящик с кнопочками и больше ничего, и программа, где как-то в компьютере что-то там считает. Вот. Ну, всё, что милого и интересного есть, это красивый способ представления, значит, какой-нибудь промежуточной или конечной информации, какой-нибудь красивый график, красивую картинку. Академик, так сказать, Флёров, например, такой, в общем-то, великий наш советский физик, отец, кстати, атомной энергии, открывший процесс спонтанного деления ядер урана. Помните, я вам рассказывал, это было странным образом на станции метро, теперь это называется Лубянка, тогда площадь Дзержинского. Ну, так вот, вот он всегда старался как-то вот разнообразить свои научные результаты именно вот в изобразительном виде. Он был сторонником такой вот научной теории, ну, в общем-то, она имела ранг гипотезы, можно сказать, в тот момент, что в области тяжёлых ядер, так вот называется, существует островок стабильности, островок ядер относительно долгоживущих, то есть можно вот перепрыгнуть через вот, так сказать, море краткоживущих ядер с их номерами, там, 110-е, где-нибудь в районе 120-го, например, элемента, с зарядом ядра 120, там вот есть островок стабильности. Вот он всегда, он любил в своих докладах рисовать какие-то такие вот картинки, и чем дальше, тем они красивее становились. И, по-моему, эта традиция в Дубне, в лаборатории ядерных реакций, вот в их, так сказать, представлении информации, она, по-моему, до сих пор сохранилась. Где-то недавно в каком-то журнале я видел такую красивую картинку, вот это тут море с волнами, по-моему, ладья плывёт куда-то там, вот к этим островкам стабильности. Вот это я рассказал вам гимн к вопросу о красоте физики, в чём же красота физики. В своё время считалось, кстати говоря, до 60-х годов, что вот как здорово физики анекдоты рассказывают, да, были даже книги такие, физики шутят, физики продолжают, так сказать, шутить. Потому что, видимо, без шутейного отношения к материалу, наверное, просто невозможно было бы, ну, так сказать, как-то это вот превратить в что-то такое вот удобоусваиваемое, разжёвываемое, воевая-моя. Вот. Так. Значит, хочу я вас познакомить с последним криком, с последним криком в области измерения точного времени. Это та же самая идея подстройки кварцевого генератора, очередные атомные часы, но это, значит, часы вот в каком плане. Пучок атомов. Пучок атомов. Вот из источника атомов вылетает пучок атомов. Пучок этих атомов, как вы знаете, бывают атомы, имеющие магнитный момент. То есть, вот их спин, который у них есть, спин проявляется вот в этом вот магнитном моменте. Вот одни атомы имеют магнитный момент направленный вверх, другие вниз. Так почему-то получается. Стоит приложить к ним магнитное поле. В магнитном поле они сразу разделятся на направленный вверх и вниз. С помощью хитрых всяких способов их разделяют на пучки, содержащие только атомы с определенным магнитным моментом, направленным, скажем, только вверх или только вниз. Вот для перехода из одного состояния в другое этих атомов тоже будет происходить поглощение энергии. Вот тут, в этой вот камере, как раз происходит переход атомов с состояния в состояние. И как только, значит, вот на входе, значит, этот вот переход прекратится, появится сигнал, часть из них не перейдет туда, куда нужно, да? Значит, вот так вот сразу вот и отреагирует. Поняли идею, куда? Если раньше речь шла о поглощении света, свет идет и поглощается в системе, которая реагирует на частоту электромагнитного поля, да? А вот тут сам объект, который пролетает через это вот электромагнитное поле переменное, которое генерируется кварцевым генератором, вот он сам объект искажается. Вот если перестает, вот он, значит, вот переходить из одного состояния в другой переход из состояния в состояние, он требует определенной энергии. Вообще сейчас как-то так вот построен мир, я имею в виду мир точных измерений, что измерение частоты стало чуть ли не самым главным и важным, да? Вот что такое вот, так сказать, колеблющееся обязательно. Что теперь сейчас является эталоном секунды, значит, единицы времени? Это, значит, какое-то количество колебаний, полных колебаний, значит, на определенной длине волны излучения, значит, определенного элемента. Просто подбирается нужный элемент и вот измеряется. Как посчитать? Да, кстати, также можно задавать и метр. Определенное количество длин волн. То есть все это получается взаимосвязано. Удается таким образом, в общем-то говоря, связать, наконец, время и пространство в плане измерительных приборов. Вот. Вот таков передовой, передовая линия измерения точного времени. Я думаю, что едва ли время удастся измерять точнее. Сейчас точность измерения времени, значит, составляет порядка одной миллиардной доли секунды. Это вот с помощью вот этих вот квантовых, их называют квантовые часы, атомные часы, цезиевые часы, рубидиевые часы. Вот разные такие названия. Не всегда они вот такие устоявшиеся, вот к ним вот применяются. Пожалуй, это на данный момент самый точный измеритель часов времени. Но знатоки различных физических процессов всегда могут, физических явлений всегда могут придумать какой-нибудь процесс, который, в принципе, можно использовать для измерения точного времени. Я, как вам сказать-то, я им завидую. Вот почему. Значит, понимаете, в чем дело? Наверняка, очень многие процессы для этого можно использовать. Но для того, чтобы их освоить, да, освоить, применить в жизни, применить в технике, потребуются достаточно большие, ну, затраты усилий, да. Ну, и денег, кстати, тоже. И едва ли они дадут, скажем, лучший результат, чем уже существующие вот атомные часы. То есть, результат внедрения чего-то нового, он должен быть заметен. Либо вот, ну, по основным показателям, точность выше. Прекрасно, применяем. Причем точность должна быть заметно выше, то есть, чтобы это не десятая доля процентов, там, значит, на фоне, вот это вот там, изменилось там. А так заметно, ну, скажем, разы. Очень хорошо, очень оптимистично, когда в 10 раз. Вот такая вот, есть такое понятие, логарифмический оптимист, да, вот когда вот на порядок увеличивается, да, такие логарифмические оптимисты, особенно в области управляемого термоядерного синтеза. Подумаешь, надо всего на 5 порядков увеличить плотность, произведение плотности температуры где-нибудь, да, ну, вот так вот они себя ведут, эти вот логарифмические оптимисты. Ну, на самом деле, 5 порядков это 100 тысяч раз, да. Ну, вот, ну, к сожалению, и заказчик в том деле, что касается измерения, тоже требует, так сказать, порядки. Ну, 5 порядков это уж смело, а вот, ну, раз в 10 точнее, это уже интересно. Точность-то ведь уже и так хороша, большая. Если вам предлагали бы точность вместо 1 метра 1 дециметр, да, это принципиально, да, вот в 10 раз действительно, да, вот это круто. Понятно, да? Ну, вот, таковы слова. Такие ассоциации навеяло на меня слово «часы». Часы, которые существуют, наверное, столько времени, сколько существует человечество. Всегда так или иначе приходилось измерять время. Первоначальное время измеряли просто по движению солнца по небосводу, то есть восход, заход, полдень. Вот так вот на три части делился день утра, день, вечер. Вот до сих пор у нас так во всех языках мира, ну, так вот принято говорить. Утро, значит, полдень, день, вечер, вот такие слова. Ночь тоже, рассвет, закат. Всё это вот такие принципиально, примитивнейшие способы измерения времени. Потом только усложняли. Поставили гномон, тень мерили, целую науку гномонику создали, которая превращала нам вот это вот положение тени в часы, и придумывала, как под каким углом поставить гномон, углом горизонта, под каким углом горизонта циферблат, чтобы, значит, равномерно время показывалось. Время, время наше истекает, утекают последние секунды, кварцевый секундомер где-то там вот отсчитывает время, что нам осталось до расставания. Пора расставаться. Желаю вам удачи, радости, как это называется, долгих минут счастья, да, или часов счастья. Всех благ вам, удачи!